здравствуйте уважаемые друзья хотел бы вам предложить немножечко тему мушек которые давайте я обозначу зимние но если она зимняя это не значит что ею можно не ловить другое время эти мушки можно использовать круглый год но конкретно вот такие нимф очки я изготавливаю изготавливал для зимней не все правда были опробованы на летний но в частности это было опробовано круглый год я взял крючок граб шримп величина крючка желательно чтобы было где-то 16 номер если вы будете использовать крючок гамакацу и поставил две стеклянные бусинки бусинки тоже немаловажно играют роль чтобы они были хорошего качества чисто пластмассовая не годятся можно ставить золотистые зеленые чисто прозрачные но в идеале вот такой вариант как с красным теперь мы что с вами дальше делаем промотаю немножечко место крепления там где мы будем формировать нашу спинку и все остальное закрепим наш свинец зайдем за свинец немножечко и дальше не заходим поставим в удобное положение для нас крючок и уберем нашу нить поменяем ее на другую необходимо взять нить значительно тоньше нить у меня 0015 но такую вы не найдете потому что это я изготавливаю сам самая какая только у вас будет тонкая нить попадалась мне 005 поэтому если есть возможность можете ее использовать еще раз переставим крючок и и почти у самого загиба я отрезал небольшой кусочек пленки обыкновенной полиэтиленовой если у вас имеется силиконовая пленочка можно использовать ее стараемся сильно не наматывать так как нам надо нашу бусиночку вернуть будет потом на место оставили и и теперь насколько возможно тонкую леску вы сможете для себя найти желательно чтобы была она и и тонкая и в то же время крепко что сложно в наше время поэтому я беру обыкновенную леску но слегка здесь вот может быть видно вот слегка под плющен краешек для того чтобы я много не наматывал и в то же время мог спокойненько закрепить промажем клеем место крепления и здесь же в одной точечке буквально сколько у нас будут позволять и и можно спокойно использовать для этих целей и и проволоку но проволоку желательно уже выбирать тогда несколько другую по цветам закрепили и теперь пока еще наш клей там свежий прокручивая задвигаем нашу бусинку вот так до загиба оставляем оставляем здесь и опять берем крепим нашу нить также используем тоненькую в этом месте я беру вот такой кусочек перышка любого который у вас будет оставаться по остаткам желательно так чтобы его величина не сильно превышала загиб крепим это перышко теперь можем установить крючок так чтобы нам было удобно работать больше никаких я блестящих элементов не добавляю потому что достаточно уже то что есть и подготовим мы с вами парочку подровняем тело и подготовим парочку пера павлина закрепили три бородки павлина если по каким-либо причинам нет у вас имеется в продаже все возможны вот такой даббинг одного пакетика вам хватит заменить практически ну три-четыре упаковки вот таких перьев павлина или же приобрести вот даббинг который продается в таких наборах где тоже есть черный цвет темно-зеленый проармируем наше перо ниткой и выполним с вами обмотку по телу не нарушая формы его вот так виточек к виточку и не доходя совсем немножечко до шарика пару миллиметров останавливаем нашу обмотку крепим перышко остатки отрезаем так неудобно нам будет берем перодержатель и сколько у нас будет позволять сделаем узелочек на всякий случай нашей ниточкой чтобы она не убежала переставим крючок еще и сколько будет возможность возможности по длине нашего пера 3-4-5 оборотов выполним обмотку нашим пером много делать здесь не обязательно вот буквально как у меня выходит 4-5 оборотов также не доходим до колечка крепим перо остатки отрезаем цвет перышко желательно чтобы был или как у меня вот кремово белым цветом или же уже чтобы был ближе к зеленому к оливковым цветам остатки сразу удаляем пера берем аккуратно нашу пленочку не подкрашиваем ничего вот как она есть у нас и как получается это своего рода что-то среднее будет между бокоплавом и непонятной личиночкой типа ручейничка годится у нас с вами остался небольшой кусочек пера павлина вот возьмем ровно одну бородочку закрепим теперь в месте крепления пера за шариком здесь закроем хорошо хорошо теперь нашу шею остатки отрезали берем устанавливаем крючок как нам удобно пленочку желательно сперва хорошо вот так натянуть сколько будет позволять нам возможность но желательно перед самой процедурой вот так немножечко ноготком нашу стеклянную бусинку чтобы была у нас возможность все закрепить не впритык колечку подравняли наши перышки если по каким-либо причинам у вас будет большое количество этих перьев можно часть подрезать подрезать ножницами это не возбраняется если у вас нет такого пера но есть скоропатка сделайте скоропатки сделали и теперь я переламываю нашу пленочку и перевожу пытаюсь перевести вернее теперь уже за шарик подержим немножко вот так многоточком вот так и переводим за шарик сразу отрезаем лишнюю пленочку не за один прием вот так промажем немножечко капельку клея на место крепления пленки и хорошо теперь промотаем пару-тройку оборотов будет вполне достаточно подровняем теперь нашу пленочку чтоб она у нас хорошо со всех сторон смотрела и берем теперь уже нашей леской установим теперь опять как нам удобно крючок и теперь продавливая хорошо тело не заминая волоски начинаем сегментировать тело состязemy так подпишимся так что все так может и теперь заходим до нашего шарика здесь делаем окончательно закрепим нашу теперь леску я нанес капельку клея на головку подровнял немножко ножки но не подрезал количество оборотов вы сами для себя подберете какая у вас величина лапок допустим нужна для определенной работы как вы видите что-то похожее на личинку бокоплава или же еще какую ним фочку мы уже с вами изготовили повторяю это проверенная уже круглый год приманка зимой работает уже очень хорошо зависимости от того на какие глубинах будете рыбачить вот эту головку можно если есть возможность достать вольфрамовую красную лучше конечно поставить сюда красную вольфрамовую головку но стеклянный шарик обязателен благодарю вас за внимание до скорых встреч